И сегодня, в день Арафата, шайтан занимает самое униженное, самое страдательное положение. Потому что Аллах, субханаху ва тааля, сегодня избавляет от огня ада самое большое количество своих рабов. И многолетние усилия шайтана, многолетние его труды, многолетние наущения сегодня испаряются, сходят на нет. То, что он трудился, то, что он людей призывал к хараму, наущал, кого-то побуждал к грехам, то сегодня, если мусульмане, находящиеся на Арафате, искренне к Аллаху обращаются, то все вот эти усилия шайтана полностью разрушаются. И он сидит такой несчастный, униженный, плачет, страдает, потому что Аллах тааля своей милостью прощает своих рабов. И сегодня день великого покаяния, уважаемый джемаат. Необходимо киноленту своей жизни вот здесь, на Арафате, прокрутить обратно. Вспомнить себя с самых своих подростковых времен, когда, возможно, ты уже какие-то грехи совершал. Потом молодежные времена, потом чуть-чуть старше. И до сегодняшнего дня. Есть еще время, до 7 часов у нас, Маша Аллах, почти 4 часа, 3,5 осталось. Необходимо погрузиться в это покаяние. То несколько напоминаний, как же все-таки совершать покаяние. Первая и главная основа тауба – это аль-ихляс, искренность. То есть необходимо просить у Аллаха тааля прощения и обращаться к Нему с покаянием ради Аллаха. Не потому что уже сил нету грешить. Некоторые скажут – а уже у меня сил грешить нету, я теперь перед Аллахом покаюсь. Нет, мы отказываемся от грехов ради Аллаха. А не потому что уже печень болит, или желудок болит, или кости болят, что здоровье не то. Некоторые отказываются от грехов из-за авторитета. Что я вот уже взрослый дедушка, или я имам мечети, или я вот старейшина у себя в селе. То как-то стыдно грешить, и стыдно, если меня за этими грехами увидят. И он отказывается от грехов не ради Аллаха, а отказывается из-за сохранения авторитета. Это тоже не искренность. Отказ от грехов, покаяние должно быть только ради Аллаха тааля. Не потому что уже здоровье не то, не потому что уже стыдно перед кем-то. Также, уважаемый джемаат, мы отказываемся от грехов ради Аллаха тааля, а не для того, чтобы восстановить самоуважение к себе. Некоторые, когда вот грешат, каждый, наверное, это почувствовал. Если ты что-то сделал, противоречащее исламу, совершил какой-то харам, то потом такое внутреннее состояние не очень. Самоуверенность падает, внутреннее уважение падает. Человек как-то себя начинает не уважать. И он думает, надо вот быстро покаяться, чтобы восстановить душевный баланс. Это хорошо, но это второстепенная цель. Первая цель – совершить покаяние, попросить Аллаха прощения только ради Аллаха, а не для того, чтобы восстановить свое внутреннее спокойствие. Потом уже спокойствие приходит с покаянием. Следующий, уважаемый джамаат, следующий момент. Второе, то есть первое условие покаяния – это искренность. Второе условие – это сожаление. Вот сегодня вообще вот мы слышим здесь и сами мы смеемся, хохочем, да. На самом деле наша палатка должна трястись от слез, от раскаяний, от вот этого врыдания перед Аллахом тааля. Возможно, кто-то из нас сюда уже на Арафат не вернется. Для кого-то это последний хадж. Это единственный день, единственный шанс вымолить у Аллаха тааля прощение. Поэтому вот вторая основа покаяния – это сожаление. Надо прямо вот перед Аллахом плакать. Вспомнить свои прошлые какие-то нехорошие дела, поставить свое сердце перед Аллахом. Сказать, о Аллах тааля, я искренне сожалею. Я раскаиваюсь перед тобой то, что я делал так-то и так-то. Прости меня. Почему иногда не принимается покаяние? Почему иногда мы возвращаемся к грехам? Потому что у некоторых мусульман от совершенных грехов остается так называемое приятное послевкусие. Как вот говорят, кофе у него приятное послевкусие. То есть что это означает? Кто-то когда-то грешил, харамные дела делал, и он потом уже через много лет садит с друзьями и с улыбкой, со смехом эти грехи вспоминает. Или сам даже в душе с наслаждением их вспоминает. А вот были времена, а вот были такие-то дела, вот я еще был джигит, вот я бы показал. То вот у нас не должно быть даже вот такого доли приятных воспоминаний о грехах. Даже вспомнить, если бы мы в тот момент бы умерли, если бы мы в тот момент, во время этого харама, бы Аллах нас забрал бы, наши души. То что бы с нами было и где бы мы сейчас оказались. Но Аллах Тааля по милости своей, из любви к нам, дал нам дожить до этого хаджа, до этого арафата. И здесь находиться, чтобы мы могли искренне перед ним раскаяться. И никаких приятных воспоминаний о грехах, никаких приятных наслаждений, только искреннее сожаление, раскаяние и признание греха. Признание. Абу-уля-каби-ни-ам-ати-ка-алей-я-бу-бидам-би. В одном из дуа пророк, алейхи саляту вассалям, говорил, О Аллах, я признаю Твоей милости ко мне, и я признаю свой грех. Необходимо прямо полностью этот грех признать. Сказать Аллах Тааля, я признаю, я сожалею, я очень сильно раскаиваюсь перед Тобой. Прямо сердце можно вынуть из груди, так вот мысленно поставить перед Аллахом. Сказать, О Аллах Тааля, прости меня, пожалуйста. Третья основа покаяния, уважаемый джамаат, это показать Аллаху Са Тааля свое обещание, решимость к этому греху никогда больше не возвращаться. То есть если вот у тебя есть намерение, что я сейчас после хаджа вернусь, и я опять буду старые грехи совершать, тогда смысл в них раскаиваться. И вообще признак принятого хаджа, это когда мусульманин после хаджа возвращается другим, и к своим старым грехам не возвращается. И у него начинается новый этап жизни без тех грехов. Поэтому вот во время покаяния мы даем Аллаху обещание, показываем свою решимость, что, О Аллах, больше к этому греху я никогда не вернусь. Я даю тебе обещание, О Аллах Тааля, помоги мне к этому греху никогда не возвращаться. И вот здесь возникает вопрос. Не устали? Нормально? Возникает вопрос, чем отличается тауба от истегфара? Есть истегфар – просить прощения, а есть тауба – совершать покаяние. Истегфар – это когда мы просим у Аллаха Тааля защиту от последствий греха. А тауба – это мы просим Аллаха Тааля, чтобы больше к этому греху не возвращаться. То есть с одной стороны тауба истегфар – это одно и то же. А с другой стороны, если тонко взглянуть, истегфар – это просить Аллах Тааля – астахфир Аллах, Аллах Тааля, защити меня от последствий греха. А тауба – это просить Аллаха больше к этому греху никогда не возвращаться. И тауба это очень великое состояние, и в Куране говорится, кто не совершает покаяние, они нечестивцы, они несправедливые, то есть есть только два состояния, либо ты среди кающихся, либо среди несправедливцев, то есть какой-то середины нет. И поэтому много времени сегодня, уважаемый джамаат, надо уделить покаянию. Четвертая основа покаяния, мы перечислили первое, искренность, второе, это сожаление, третье, решимость, больше к этому греху не возвращаться, четвертое, естественно, прекратить сейчас это грешить. Но, аль-хамду-ля, я думаю, никто из вас, никто из нас какие-то тайные грехи сейчас не собирается делать. Пятая основа, это спешить с покаянием, спешить, торопиться, то есть вот мы сейчас здесь на хадже во время Арафата, это лучшее время, лучшее место, лучшее состояние. Лучше его уже не будет думать, что вот на следующий год я, может, на хадж приеду или до Рамадана. Надо спешить с покаянием, потому что если ты откладываешь покаяние на потом, то придется за вот это откладывание покаяния новый талбо делать. Потому что и как приказ Аллаха за то, что согрешил просить покаяние, и также спешить с покаянием, это тоже отдельный приказ Аллаха. Поэтому спешить надо с покаянием, уважаемый джамаат. Ну и, конечно же, шестая основа, уважаемые друзья. Если грех был между вами, между нами, и Аллахом, и человеком, то есть мы кого-то оскорбляли, кого-то обижали, кого-то притесняли, чьи-то права нарушили, то нужно и у Аллаха просить прощения, и с этим человеком надо конфликты урегулировать и права его удовлетворить. Потому что пока этот человек нас не простит, Аллах Тааля нас тоже не простит. Поэтому вот уже даже перед хаджем надо было, выезжая, попросить у этих людей прощения. Если не сделали вот чем-то по телефонам, с кем-то ни о чем разговаривать, напишите сообщение, брат, прости меня, сестра, прости меня. Самое первое, наверное, муж у жены спрашивает, жена у мужа прощения, у самых близких, родственников, друзей. Мы знаем из достоверных хадисов, что каждый понедельник и четверг наши деяния поднимаются к Аллаху Тааля, представляются и поднимаются к Аллаху Тааля. Но если есть два человека, между которыми длительный и затяжной конфликт, то Аллах Тааля скажет ангелам, оставьте их, пока они не померятся, то есть их деяния не будут подниматься. Если мы хотим, чтобы наши деяния Аллахом Тааля принимались, чтобы наша тауба принималась, надо просить у людей прощения. И никогда человек не унизится, если он будет у людей просить прощения за те притеснения, которые он совершал. И последний, уважаемый Джамаат, от тауба должна быть настолько сильной, чтобы шайтан пожалел, что он сбил тебя с пути и направил тебя к этому греху. Тауба, надо такую сильную таубу сделать, такое сильное сожаление, надо так много Аллаха просить прощения, чтобы шайтан на себе там рога рвал или там волосы или что там у него есть, чтобы он сильно пожалел, зачем я вот этого мусульманина к этому греху направил, потому что он в сто раз сильнее сделал покаяние, чем тот грех, который он совершил. И еще один момент Джамаат, бывает мусульманин совершает одно хорошее дело, большое, но оно может стать причиной его попадания в ад, и он может совершить одно большое плохое дело, и это может стать причиной его восшествия в рай. Что это значит? Бывает человек там построил мечеть, отправил тысячу человек на хадж, дал садака или там тахаджуды читает ночами, хадж делает каждый год, но при этом он проявляет высокомерие, презирает людей, везде хвастается, говорит там это моя мечеть, вы что тут ходите? То есть он совершил что-то большое, религиозное, благодеяние, но он наоборот через это себе зарабатывает Джаханнам, потому что он только упрекает, проявляет высокомерие, унижает и себя ставит выше других, как будто это он сделал, да? А бывает человек согрешил, совершил какой-то большой харам, большой грех совершил, и вот он настолько сильно раскаивается, настолько сильно погружается в праведность, в благие дела, делает тауба, просит Аллаха прощения, что вот это его большой грех становится причиной приближения к Аллаху и обретения рая. Поэтому, уважаемый джемаат, я прошу Аллаха, чтобы он принял наши сегодняшние дуа, сегодня здесь на Арафате, аминь. Прошу Аллаха, чтобы мы вот это оставшееся время максимально с пользой провели, выжили из этих трех часов все, что оттуда можно взять. Это как вот машина бывает, у которой 250, надо спидометр, стрелку положить, понимаете, да? Все кавказцы должны вообще это понимать, я сам тоже на Кавказе живу. Надо стрелку в спидометр поставить до упора сегодня, потому что другого шанса не будет. Ну, может, кто-то и приедет на следующий год, но мы не знаем, поэтому стрелку надо сегодня положить. Вот. И прошу Аллаха, все равно пусть Аллах поможет нам сюда еще приехать. Один раз, два раза, три раза, с женами, с детьми, с внуками, с несколькими женами. Аминь. Ай, Машал. Мужчины сразу все обрадовались. Баракаллаху фикм. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...